Здравствуйте дорогие друзья, в связи с выходом все новых и новых и новых и новых фантомов, мы находимся в постоянном с вами поиске, куда же его вообще положить, как его транспортировать, и несмотря на то, что компания DJI имеет и предоставляет и производит замечательный свой кейс за 200 долларов, не все хотят тратить на него столько денег. На китайских и не только китайских аукционах есть невероятное количество как аналогов, так и копий их собственных разработок, которые преимущественно являются полным . Это мы запикаем. Вот и мы похоже наконец-то нашли рецепт успеха. Я его ударил, а ему без разницы. Это, как заявляет производитель, полный аналог родного кейс от компании DJI. Он также изготовлен из ABS пластика. Внутри у него вспененный полипропилен, аналог пенопласта, который при этом не крошится, не скрипит и вроде бы как более устойчив к воздействию. Давайте посмотрим, что у него внутри. Здесь на самом пластике есть четыре ножки, которые как бы намекают вам, в какой позе должен находиться рюкзак, прежде чем его открывать. А производитель также заявляет, что кейс этот влагозащищенный. Здесь есть резиновая юбка, которая прикрывает все швы. Но можно ли говорить о полной влагозащите? Непонятно, поэтому будем делать тест душа. Вот также рюкзак выдерживает нагрузку до 10 килограмм. Ну, мы попробуем нагрузить его и поболее. Вот, собственно, посмотрим, что у него внутри. Внутри мы видим вот этот замечательный пропилен. Он действительно не скрипит, действительно вроде бы не крошится, очень эластичен. А в кейс помещается, соответственно, ваш фантом, ваш пульт для фантома. И здесь также есть секция под три аккумулятора, дополнительные прорези, куда вы можете вкладывать винты, зарядные устройства, ну и, в общем-то, дополнительные какие-то мелочевки. То есть, еще вот у нас есть ничем не занятый отсек. То есть, может быть, вы что-то сможете туда положить. Вот, а теперь, наверное, мы перейдем к краш-тестам этого кейса. Напоследок я вам покажу, что у него есть защелкивающийся механизм на груди, который я расстегнул перед тем, как его снять. А сама спинка обработана для дополнительного удобства, и, в общем-то, не причиняет никакого дискомфорта. Итак, мы провели тест на прочность. Мой вес 64 килограмма, что в 6 раз больше, чем заявлен производителем. И, как вы видите, кейс цел. Итак, мы переходим к тестам на влагозащиту. Имитируем классическую ситуацию, где вы попали под дождь с рюкзаком на спине. Включим сейчас ему тропический дождик и поглядим, что будет с нашим фантомом. Ну, собственно, надеюсь, у вас не возникнет сомнения в количестве воды, которую вы на него пустили. Поглядим, что ждет у нас внутри. Та-да! Ну, на самом деле, все сухо. Тест на влагозащиту проведен. Итак, мы провели предварительные испытания этого кейса. Кейса, не постесняюсь этого слова, замечательного, потому что. Потому что в фантом, в включенном состоянии, без проблем пережил купание в душе. Потому что кейс без проблем выдержал мои 64 килограмма веса. Потому что кейс доступен в трех цветах. Это черный, как наш вариант, это черный карбон и коричневый. Также стоит отметить самое важное для путешественников. Это то, что, в принципе, кейс проходит в ручной укладе. Мы замерили его по габаритам. И для компании Aeroflot они являются удовлетворительными. Вес всего кейса полтора килограмма. И также стоит отметить, что я в начале видео вам сказал, что можно перевозить в нем три аккумулятора. Но мы проверили как раз во время вводного теста, что фантом входит с вставленным аккумулятором. Это говорит о том, что вы можете перевозить четыре аккумулятора. На этом, пожалуй, все. Мы, к сожалению, не имеем большого опыта переноски. Чего-либо с помощью этого кейса. Поэтому по эргономике и удобству спинки сказать больше, чем было сказано, уже мы не можем. На этом все. До новых встреч.